Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие тигуретки! Сегодня с вами снова я, Тигра Надя, и хочу сегодня показать вам то, что мне пришло по чайному обмену. В моей любимой группе по бумажным письмам Академия благородных письмописцев проходил такой вот тайный обмен чаем. Как вы можете помнить, у нас уже в феврале проходила акция обмена тайного Валентин, и мы друг другу высылали вкусняшки разные, поздравляли с этим праздником, и теперь в этот раз у нас произошел вот такой вот чайный обмен. Я свою посылочку никак не отправлю, потому что у нас почта не работает. Вот, но у меня уже все готово. Вчера я наконец-то получила свою заветную посылочку, и она просто поразила меня, потому что это безумно красиво, это все так необычно сделано, интересно, я даже не ожидала, что будет настолько детально и оригинально. Смотрите, здесь вот такая вот бирочка, двухсторонняя, тоже самодельная, на такой бечевке. Сделано очень красиво смотрится. Здесь такой вот чайничек, и в нем цветок растет, такой чайный. Здесь в буковке тоже написано ТИ, и снизу вот такие вот чайные пакетики. Их здесь довольно-таки много, они такие тяжеленькие. Это такая открытка, и она у нас открывается. Правда, здесь все запуталось. Так вот у нас открывается первый разворот. Здесь у нас идет чай Барбарис, я уже его попробовала. Я бы не сказала, что это черный чай. Это, скорее всего, чайный напиток, потому что он с такой немножко горчинкой, кислинкой, но в то же время он очень вкусный и необычный. Я такой еще не пробовала. Чай очень ароматный, просто вот как только открываешь посылку, она вся пахнет разными чаями. Здесь их по, кажется, 5 пакетиков каждого вида. Очень-очень интересно, я такой еще нигде не видела. Идет черный чай, Барбарис, Гибискус и Василек. Вот так вот красиво сделано. У меня тоже такая карточка есть, кстати. И здесь вот так вот скотчем кружевным закреплены наши пакетики чайные. Далее у нас идет чай Глинтвейн. Здесь у нас черный чай, Гибискус, яблоко, потом корочки апельсина, корица, гвоздика. Думаю, это будет более такой зимний вариант чая. Оно тоже очень вкусный. Здесь тоже у нас 5 пакетиков, как вы можете заметить. Вот здесь у нас идет письмо, которое посмотрим позже. Идет третий вариант чая. Вот так вот, думаю, видно. Это у нас написано наглый фрукт. Черный чай, малина, шиповник, Гибискус, яблоко, папайя, ананасы, вишни. Очень красивые, кстати, в штампике. Такие все разноцветные, фиолетовый, оранжевый, розовый. Здесь у нас тоже 5 пакетиков. Вот так вот все у нас выглядит симпатично. Не знаю, очень-очень приятно получить было. Такой вот обмен. Вот так вот выглядит. Обязательно отвечу у девушки. Безумно все красиво сделано. Все так уютно, с любовью. И очень приятно. На подарок такое получить очень-очень-очень приятно. Такое вот красочное письмо. Точнее, красочный скотч. Очень такой интересный, с бабочками. Здесь просто написано дарю. Вот. И здесь у нас девушка рассказывает о себе. Немного информации. Думаю, этого мне вполне достаточно для ответа. Вот. Спасибо тебе большое за такое прелестное послание. Оно очень милое. И вот эти чири, этот запах, этот аромат, не знаю, так просто радует. И что невозможно поставить в стороне. Я обязательно отвечу. Так что ждет мне ответ. Вот. И я хочу пожелать вам и посоветовать, чтобы вы не боялись и участвовали тоже в таких вот мероприятиях. Можно сказать, что это мероприятия, да, когда организуется вот этот сбор разных людей. И по-тайному это все делается. И никто не знает, кто кому что пришлет. Вот. И так можно находить новых друзей. Можно просто получать приятные подарки и не отвечать на них, если вы не хотите, да. Но в то же время вы кому-то другому пошлете, а от себя тоже что-то приятное. Вот. И в этом есть такое свое волшебство. И думаю, что это должен каждый на себя ощутить. Поэтому обязательно участвуйте в следующий раз, когда будут проходить данные такие вот акции, мероприятия. Всех любишь, целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok